Их ждали, на них надеялись и, наконец, приняли. Не без участия сочинских властей. На планерном совещании сегодня обсуждали внесенные в градостроительный кодекс страны изменения. Согласно поправкам, теперь построить дом на садовом участке без уведомления об этом мэрии не получится. В администрацию нужно будет направить бумаги с четко прописанными параметрами будущего объекта. Ранее никаких разрешений для строительства дачных и садовых домов не требовалось вообще. Между тем, именно на таких землях в Сочи чаще всего и вырастали самовольные многоэтажные строения, которые позже были узаконены через суд. Самое большое достижение – это то, что в закон внесли требования о необходимости соблюдать правила землепользования и застройки, которые приняты местными представителями органами. Если раньше все, что строилось на ИЖС до трех этажей, на садовых участках, не подлежало государственному строительному контролю, то теперь все данные объекты подпадают под государственный строительный контроль. Такие стройки будет контролировать Краевой департамент по надзору строительной деятельности. Ну а проводить проверки данный орган может на основании информации, поступившей даже от простых сочинцев. Новые поправки помогут решить проблему самостроев на курорте, уверены местные власти. Ну а строительство социальных объектов, напротив, набирает обороты. С Анатолием Николаевичем были, Мутко и Виталием Леонтьевичем обсуждали вопрос программных объектов, которые мы подали в программу жилища. Есть такая программа федеральная на софинансирование строительства социальных объектов. Нас беспокоит сегодня непростая ситуация, сложившаяся по Мамайке, по микрорайону. В прошлом году мы пытались зайти с этим объектом к строительству. К сожалению, мы не прошли по определенным критериям отбор. Один из них – объект этот крайне дорогой, но очень необходимый городу. Школу на 800 мест обязательно построят. Она уже включена на рассмотрение на 2019 год. Вообще, в год в Сочи появляется 3-4 новых социальных объекта. Но и этого не хватает. Год от года детей в городе становится все больше за счет переезжающих к морю на ПМЖ. К нам переезжают, мы не успеваем за ними строить. За это время, за 4 года в школах у нас добавилось 19 тысяч школьного возраста деток. 19 тысяч 400. В советское время, если одну школу в пятилетку построить, это победа. Власти города к концу 2019 года введут в эксплуатацию 3 соцобъекта. В Дагомысине, Макаренко и в Красной Поляне. А также начнется масштабное строительство школы на 1100 мест в Амеретинке. Говорили на совещании и о новых проектах по оздоровлению горожан. Один из них предложен известным кардиохирургом Лео Бакерия «10 тысяч шагов к здоровью». В Сочи массово он стартует уже в пятницу. Во всех районах активные горожане, сотрудники администрации устроят оздоровительную прогулку. Анатолий Пахомов отметил, что такие важные проекты не должны ограничиваться центром города, но и обязательно уйти в сочинские села. Также на планерном совещании в честь Дня Краснодарского края, который будет отмечаться 13 сентября, самых активных сочинцев отметили специальными наградами.